На рабочем совещании в администрации района обсудили сразу несколько важнейших тем. Хорошей новостью стало заключение договора с новым концессионером, пришедшим на смену ООО ЦУП ЖКХ. Эксплуатировать муниципальные котельные теперь будет ООО «Асус-сервис». Руководитель предприятия Даниил Сопрыкин уверен, что несмотря на имеющиеся проблемы, их бригады прилагают все возможные усилия, чтобы в срок войти в отопительный сезон. Обладателями наибольшего количества проблем, рискующими остаться без тепла, названы Львовское и Черноморское поселения. Однако глава района остался категоричен. 15 октября должно быть 100% готовность всех сетей, коммуникаций, оборудований, отопительного и так далее. Должен быть гораздо котельным. И тепло, соответственно, в наших учреждениях. Главы Северского, Шабановского и Черноморского поселений отчитались об исполнении поручений, данных им во время августовских сходов граждан. И если в первых двух большинство вопросов решены, то Владимир Жигулин так и не смог внятно пояснить, как решаются проблемы, озвученные жителями Черноморского поселения. Как вы считаете, на сколько вы работаете? Ваши команды? Пока на три. Пока на три, да? Да. Но это слишком высокое, да. Я считаю, что не утраторит. Помимо так и нерешенных вопросов, главу Черноморского настоятельно попросили подумать, куда можно переселить местных участковых. В данный момент сотрудники полиции вынуждены работать в нечеловеческих условиях, в здании общежития, принадлежащего местной администрации.